МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это такая жизнь! Общение с дельфинами целебно, и сейчас об этом знают многие. Дельфинотерапию называют медициной будущего, которая помогает и детям, и взрослым. Считается, что дельфины оказывают на человека экстрасенсорное влияние. Просто играем. Они облегчают жизнь людям с такими диагнозами, как аутизм, ДЦП, синдром Дауна. Но научно объяснить процесс выздоровления не могут до сих пор. Денис Сопов о конкретной истории, когда дельфин изменил жизнь маленького мальчика. Прогулки по набережной для семьи Артёма – ежедневный ритуал. Мальчик вместе с мамой и двоюродной сестрой фотографируется у красивых мест и бегает по прибрежным камням. Сейчас это кажется безопасной детской игрой, но совсем недавно представить такое было невозможно. Он ни с кем не общался совершенно. То есть неинтересны были занятия, ну там вот какие-то там порисовать или что-то совместное, да. Просто сидел и как бы ничего не интересовало, да. И очень много было страхов. Старался за мной идти за руку. То есть вроде как мальчик большой, но раз, даже вот или маленькую собачку видит, или просто страшно, раз за руку схватит и всё. С рождения врачи ставили Артёму страшные диагнозы – задержка психоречивого развития и лёгкая форма аутизма. Мальчик медленно развивался, поздно стал сидеть и ходить. Официальная медицина предложила тогда лишь курс уколов и массаж. Стопроцентного результата никто не обещал, особых улучшений и не было. В свои 5-6 лет Артём почти не говорил и боялся окружающих. Ну, он со мной играет, а вот если как бы на улице, он до этого с кем-нибудь, ну, так вот, не подходил, он за голосом. Ну, так он играл, ну, если вот так вот со мной. Ну, так он не очень пообщительный. Чудо! По-другому мама Артёма это назвать не может. Произошло через полгода. Сейчас мальчик практически здоров. Гуляя по набережной Анапы, парень с любопытством рассматривает морскую гладь. Артём с нетерпением ждёт дельфинов. В открытом море он их ещё не видел. С недавних пор эти животные стали для мальчика самыми близкими друзьями. Это Каспер и Флиппер – главные звёзды Анапского дельфинария. Впервые с этими животными Артём встретился год назад, когда его мама Наталья услышала о нетрадиционном методе лечения – дельфинотерапии. Решили попробовать и приехали из родного Нижнего Новгорода в Анапу. Чтобы ребёнку не было холодно в воде, температура 21-22 градуса там в воде. А так ему тепло и всё нормально. Первое купание в бассейне с дельфинами Наталья помнит и сейчас. Мальчик тогда практически не отходил от матери, боялся. А тут нужно было остаться в бассейне наедине с трёхметровыми животными. На пятом занятии я только сказала, что не боится дельфинов. А до этого просто вот страх. И мне даже говорил вечером перед сном, мама, я боюсь, что они уплывут, и я утону. Просто вот такой даже страх был. А потом всё. Теперь Артём не боится встречи с дельфинами и без лишних слов оставляет маму на берегу. Расскажи, что ты с ним делаешь. Что делаешь? Плаваю. И ещё я с ним делаю. И ещё я слышу звуки. И ещё я с ним танцую. Вместе с дельфинами терапию для детей проводят психологи. Даниил каждый день работает в бассейне. Он уверен, чтобы занятия действительно помогали в лечении, дельфин и ребёнок должны подружиться. Самая большая задача дельфина терапии – это наладить контакт между ребёнком и дельфином. Потому что сам по себе контакт является лечащим. Эффект состоит в том, что когда завязывается между ребёнком и дельфином дружба, тогда возникает вот та самая магия дельфина терапии, которая имеет психологические и физиологические обоснования. Первым делом Артём здоровается с дельфином. И вместе с ним делает несколько кругов по бассейну. Работа началась, хотя отношения Артёма с Каспером и Флиффером давно перестали быть просто служебными. Теперь они – настоящие друзья. Каспер – его любимый дельфин. Они с Артёмом несколько похожи по темпераменту. Каспер – он тоже такой вдумчивый дельфин, тёплый, и в то же время такой какой-то философского склада ума. Вот они с Каспером, по моим наблюдениям, с Каспером у них самая большая дельфин. Использовать дельфинов для оздоровления людей начали больше 40 лет назад. Но до сих пор неизвестно, как именно они лечат детей. Для дельфинов купание с детьми – ежедневная работа. В курортный сезон они живут по строгому расписанию. В первой половине дня – дельфинотерапия, во второй – шоу для гостей. Хотя со стороны кажется, самим животным такой нелёгкий труд только в радость. Ой, прикосновение – это любимое. Он развалится, подставит живот, брюшко. Вот, пожалуйста, погладь. Тебе нравится, да, сейчас? Конечно, он прибыл, лежит довольный. Контакт – это самое главное, конечно, с животными. Всегда нужны прикосновения, поглаживания, показать ему свою любовь. Вот девочка пришла. В работе с дельфинами многое зависит от их настроения. Были случаи, когда животные отказывались выступать и не хотели заниматься с больными. В такие моменты на помощь тренерам приходит самый старший дельфин – Каспер. Ему уже 7 лет. В бассейне его все уважают и слушаются. Характер абсолютно разный. Вот это очень шкодный дельфин, абсолютно такой, очень балованный. А Каспер, он очень мудрый, очень ранимый. И он у нас лидер на шеста. Это семья. На самом деле, я чувствую себя членом стаи. Причем я не лидер. Да, Каспер лидер. Как правило, дельфина для терапии выбирает ребенок. Но важно и мнение самого животного. Работники бассейна уверены – дельфины не просто играют, они чувствуют болезнь и пытаются помочь. Однажды сюда привели мальчика с больными ушами. Лезть в соленую воду ему было нельзя. Но дельфин сам нашел к нему особый подход. На свой страх и риск мы опускаем ребенка в бассейн. И вы не представляете, с какой скоростью, медленной, аккуратненько дельфины повезли этого мальчика. Они как будто бы услышали, что у него проблема, что нельзя ни в коем случае ни капли воды, что попали на ушки. И они потихонечку привезли, привезли его прямо в руки к маме, и мы его достали. Там столько оваций было, я сама была поражена, не меньше, чем те люди, которые первый раз это видели. После купания с дельфином Даниил предлагает Артема послушать пение животных под водой. Некоторые ученые считают, дельфины говорят между собой. Их словарный запас не меньше человеческого. Слушает звуки дельфинов, слышал моего диапазона, и еще ультразвук как раз. Вместе с Артемом в бассейне занимаются еще несколько больных детей. Они приехали к дельфинам с разных концов страны. Для многих родителей это последний шанс на выздоровление ребенка. Тебе нравится плавать дельфинами? Очень, я обожаю дельфинов. Вообще красота, я думаю, дельфины тебя обожают. Успехи детей проявляются по-разному, ведь дельфины не волшебники. Хотя для Артема морские животные стали настоящими лекарями. Вот, молодец какой. В прошлом году не мог на вылезти. Случай встал и пошел. Я не видел, но я знаю, что родители, которые привозят раз в полгода, раз в год, ребенка. Я знаю, что привозили ребенка, он молчал. Через полгода привезли у него хололе, то есть он повторяет отдельные слова. Еще через полгода привезли, у него уже есть набор 10 слов, которыми он оперирует. После тренировки обязательный горячий душ и обед. А потом Артем снова тянет семью в дельфинарий. Уже на представлении. Он видел шоу много раз, знает каждый прыжок Каспера и Флиппера. Но до сих пор не устает аплодировать своим друзьям. Положительные эмоции, это очень важно в жизни человека, особенно сейчас, когда очень много стрессов, очень много плохого настроения. А с дельфинами ты действительно расслабляешься, ты получаешь полный заряд эмоций, хороших. И я думаю, что все-таки это вот это и есть, тот самый лечебный эликсир. Курс дельфинотерапии длится чуть больше недели. Занятия Артема закончились. Он без слез прощается с Каспером и Флиппером, знает, что вернется к ним. А перед отъездом домой отправляется на море, чтобы исполнить свою мечту – увидеть диких дельфинов, похожих на его давних друзей. Денис Сопов и Сергей Целиков. Такая жизнь. Обсуждение этой и других тем читайте в бесплатной газете «Ва-банк» в Краснодаре каждую субботу. Это была «Такая жизнь». Мы ждем ваши истории по телефону 254-22-33 или на адрес live9tv-собакам-мейл.ру. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!